Попытка захвата важного стратегического объекта, вооруженное столкновение с диверсантами и уничтожение огневой точки противника. В финальную фазу командно-штабных учений вошло несколько эпизодов. Первый на территории водозабора ПИНА-2, предприятие Пинскводоканал, особо охраняемого объекта подразделением территориальных войск. Стрельба, взрывы и пожары. Здесь и сейчас все происходит по-настоящему. Отражение нападения диверсионной группы и ликвидация последствий воздействия противника. Такая задача поставлена перед военнослужащими, несущими караул на обверенном им объекте. Уже в ходе операции сюда прибывают сотрудники ОМОНа, следственная оперативная группа, скорая МЧС. Следующая локация – укрепленный контрольно-пропускной пункт, оборудованный на автодороге Жабчицы, поселок Садовый. Военнослужащие территориальных войск здесь несут круглосуточное дежурство. Учение разворачивается при участии сотрудников районной и городской милиции, ГАИ, ОМОНа. Перед силовиками стоит задача выявить, задержать и обезвредить условного противника. Последний в свою очередь осуществляет прорыв через блокпост с целью освобождения своего соучастника. Финальная точка учений – полигон в Ижловичах. Здесь с участниками занятий, главами исполкомов и военкомов области провели заключительные стрельбы. Следует, конечно же, сказать и о участии населения. Ведь территориальная оборона, она и была задумана, и создавалась 20 лет назад, как форма всенародной защиты своей родины. И вот здесь, именно в Пинском районе, было наглядно это продемонстрировано. Местные жители фактически заорганизовали четкое взаимодействие с подразделением сформированным, с командиром батальона. Докладывали ему о всех неизвестных, замеченных в районе. И таким образом успешно справились с задачами. Наши люди, которые призваны войска территориальной обороны, достойно справились, показали боевую вывучку. И, пользуясь моментом, я им сегодня всем хочу сказать огромное спасибо. И мы сегодня уверены, что в любой ситуации город, район будут защищены, объекты жизни важные для города всегда будут под контролем. Учения проходили также и на территории Ивановского района. Здесь был сформирован свой совет обороны, куда вошли члены исполкома и главы структурных подразделений. Принимать решения приходилось практически каждый день, потому что действительно задачи были разные по своей сложности, по своему и уровню. И плюс, я еще говорю, мы тоже как одна из форм этого учебы, вот это вот мероприятие. Поэтому что-то мы делали, как это говорят, с первого раза, что-то у нас не получалось. Мы уточняли как-то все вот эти моменты. Но, тем не менее, те сроки, которые были поставлены по выполнению задач, мы во все это выкладывались. Учения завершены, отличившихся поощрят во время торжественного закрытия.